Здравствуйте, с вами Татьяна Конегина, в эфире программа «Городская дома». Пандемия коронавирусной инфекции затронула буквально все сферы привычной жизни, от быта простых граждан до целых секторов экономики. Пострадали многие предприятия, в том числе и в Городецком районе. И если крупные промышленные производства продолжали работать, пусть и в режиме неполной занятости, а теперь постепенно выходят на полную рабочую неделю, то малый бизнес пострадал в большей степени. Была приостановлена деятельность многих предпринимателей, и до сих пор не все они могут работать в нормальном режиме. На августовском заседании Думы Городца была заслушана информация о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Как отметила в своем выступлении начальник районного управления экономики Татьяна Смирнова, поддержка таким предпринимателям оказывается из регионального бюджета по двум направлениям. Это возмещение части затрат на зарплату работникам и на оплату коммунальных услуг. Одно из основных условий поддержки – сохранение рабочих мест. В настоящее время по городу Городцу с предпринимателями у нас заключено 54 соглашения на предоставление субсидий, в том числе предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты – 23 соглашения, деятельность гостиницы и организации общепита – 16 соглашений, образовательная деятельность – 4 соглашения и прочие услуги – 11 соглашений. Фактическая сумма предоставленных средств по заключенным соглашениям на сегодняшний день по району составила почти 7 миллионов рублей, в том числе по городу Городцу – 2,3 миллиона рублей или 34% от общего объема полученных субсидий. Региональные субсидии также предусмотрены для предприятий народных художественных промыслов и для организаций с численностью более 100 работников. Такую поддержку в Городце получили три предприятия на общую сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Кроме финансовой помощи, представители бизнеса всегда могут рассчитывать на консультационную поддержку. В период пандемии количество обращений в бизнес-инкубаторы и центры поддержки предпринимательства района возросло в 15 раз и составило порядка 3 тысяч. Но и это еще не все. Также в районе реализуется муниципальная программа развития предпринимательства, финансирование которой в текущем году составит почти 7 миллионов рублей, в том числе 3,5 миллиона рублей запланировано на компенсацию затрат на приобретение оборудования. Данный вид поддержки планируется в четвертом квартале после утверждения софинансирования областного бюджета. Еще один вопрос, который был рассмотрен на заседании Думы, касался обеспечения нуждающихся жильем. По словам начальника отдела жилищной политики администрации Городецкого района Марины Пехотиной, в прошлом году, благодаря привлечению бюджетных средств всех уровней, по социальным программам жилищные условия смогли улучшить 15 семей города Городца. Для обеспечения семьи детей-сирот было закуплено 7 жилых помещений на 7,5 миллионов рублей. В рамках реализации указа президента одной вдове ветерана ВОВ была выплачена социальная выплата на приобретение жилья в размере 1 миллион 779 тысяч рублей. В семье, утратившей жилое помещение в результате пожара, также была приобретена квартира на сумму 944 тысячи рублей. В первом этапе программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда был расселен один квартирный дом по адресу Республиканский 112. Было приобретено 3 жилых помещения на общую сумму 4 миллиона 397 тысяч рублей. Другая тема, которая традиционно значится в повестке дня августовских заседаний Городской Думы, касается подготовки к предстоящему утопительному сезону. Не стало исключением и это. Как заверил начальник районного управления ЖКХ Евгений Маслов, на сегодня готовность к осенне-зимнему периоду котельных, объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Городца составляет 70%. Также ведутся работы подготовки к предстоящему утопительному сезону на водопроводных коллекционных насосных станциях, центральных тепловых пунктах, очистных сооружениях, канализациях. А именно, выполнен капитальный ремонт на котельной номер 21, проведена замена насоса, выполнены три воненадзорных органов по котельной номер 7, котельной 21, а также на котельных выполняется текущий ремонт оборудования. По жилищному фонду из 396 квартирных домов, в которых необходимо провести промывку, гидравлическую прессовку внутренней системы отопления, на сегодняшний день выполнена работа на 229 домах. Вместе с тем, Евгений Маслов обратил внимание депутатов на тяжелые финансовые положения предприятия «Тепловые сети», на плечи которого и ложится основной объем работ по подготовке к зиме. Причина тому – задолженность управляющих организаций Городца, которые составляют более 50 миллионов рублей. Отсюда и долги самого предприятия перед ресурсоснабжающими организациями. В настоящее время задолженность МОК «Тепловые сети» перед ПАО «Газпром» составляет 12 миллионов 319 тысяч. Задолженность имеет тенденцию к снижению. Задолженность перед ПАО «ТНС «Энерго» составляет 18 миллионов 788 тысяч. Задолженность также имеет тенденцию к снижению. Задолженность перед МРСК «Центр» и «Преволжье» составляет 30 миллионов. К сожалению, данная задолженность у нас растет. В целом, если сравнивать 2018 год и текущий момент времени, задолженность у нас снижается. Снижение составляет порядка 14 миллионов рублей. Еще один вопрос, который не значился в повестке заседания, но был поднят одним из депутатов, касался питания в детских садах. По словам народного избранника, родители сетуют на качество продуктов и невкусные завтраки и обеды, которые дети просто-напросто не едят. Как оказалось, проблема не нова и серьезно изучалась специально созданной комиссией. Об итогах проделанной работы рассказал глава районной администрации Владимир Беспалов. Там проблемы есть. Там нет просроченных товаров. Там нет товаров, которые бы не соответствовали ГОСТам и тем стандартам, которые нужны. Просто это как любой продукт. Есть продукт хорошего качества, есть высшего качества, а есть удовлетворительный. Поэтому они покупают на аукционах, снижая цену до такой степени, что они дают на пороговом значении. Но они соответствуют тем требованиям к пищевым продуктам, которые есть. Это не значит, что они кормят непонятно чем. Вернуться к этому вопросу народные избранники решили на одном из следующих заседаний Думы. Правда, пройдет оно уже в новом составе. Срок полномочий депутатов этого созыва истек. И своеобразным итогом проделанной за пять лет работы стало награждение ряда депутатов медалью за вклад в развитие города-городца. Из пятилетнего срока полномочий депутатов Думы города-городца третьего созыва четыре года выпали на время работы в должности главы администрации городецкого района Владимира Беспалова. И вот как он прокомментировал эту совместную работу. Я на протяжении четырех лет очень активно работал с депутатами Думы города-городца. И надо признаться, что наши заседания Думы, в которых я принимал участие, всегда носили неформальный характер. Всегда была заинтересованность депутатов в работе администрации района полномочий, которые мы исполняем как исполнительный орган города-городца. Всегда были вопросы, всегда очень живо и с интересом рассматривались вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, с помощью жителям, либо благоустройство нашего города. Мне очень приятно, что на протяжении всех этих четырех лет не было ни одного заседания, ни одной Думы, когда бы я видел явное отрицание и неприятие нашего диалога. Бывали разные острые вопросы, особенно их было много в начале, когда мы, наверное, притирались друг к другу, оценивали наши силы взаимно, скажем так. И мне очень приятно, что тот уровень, на который мы вышли сейчас именно во взаимодействии с Думой города-городца, мне очень понравился в плане конструктивной работы. Желаю всем здоровья, желаю всем оптимизма, мирного неба над головой, и чтобы в дальнейшем наша работа строилась на таком же уровне и по принципам взаимопонимания и возможности слышать друг друга и делать работу на благо жителей Городецкого муниципального района. Порядка 60 заседаний, как очередных, так и внеочередных, прошло за весь период работы депутатов Думы города-городца этого созыва. Было рассмотрено около тысячи вопросов в самых разных сферах жизнедеятельности города. Среди тех, что народные избранники из года в год держали на контроле, касался состояния дорог. В частном секторе, чтобы хоть как-то побороть бездорожье, улицы решили щебенить. О том, что сделано этим летом, в репортаже Ларисы Селиной. На улице Студеной в городце работает техника, укладывая долгожданную щебенку. Здесь, как и на многих улицах частного сектора, весной и осенью бездорожье. Сейчас вместо грязных луж – надежное щебеночное покрытие. Этот участок вошел в список проблемных дорог, которые этой весной определили депутаты городской Думы во время выездного совещания. В городе порядка 40% всех дорог грунтовые, где зачастую в распутицу ни проехать, ни пройти. Но исходя из финансирования, из плохих выбрали самые плохие. Всего было определено 14 улиц, где сейчас проводят или уже привели щебенение. Как, к примеру, на улице Блинова. До этого дорога была ужасная. На машине с низким клиренсом не проедешь. То есть, если у тебя машина меньше 13 сантиметров просвет, ты здесь просто цеплял все. Обдирались, ну, дно обдиралось на раз-два. То есть, постоянно надо было машину чинить, защиту эту пластиковую восстанавливать. Ну, то есть, здесь, если так посмотреть, ни у кого нет машины с низким клиренсом. Здесь все ездят только на таких машинах более, как сказать, вездеходных. Лужи постоянные. То есть, это каждая весна превращалась тут в вальс, потому что перепрыгивал каждую лужу. Ну, было очень грязно. В принципе, стало гораздо лучше, но хотелось бы, чтобы еще туда сделали отведение. Щебенение дорог уже сделали и на других улицах, где обычно была непролазная грязь. Общая площадь ремонтируемых участков составит 1300 метров. На эти цели с городского бюджета выделено более 2 миллионов рублей. Это не последняя работа. По итогам, значит, проведенного аукциона имеется у нас экономия денежных средств. Значит, в рамках этой экономии в ближайшее время будут проведены дальнейшие работы по щебенению. Кроме того, значит, при поддержке правительства Нижегородской области выделена субсидия. Значит, в размере 22 миллионов рублей в рамках этой субсидии будут отремонтированы дороги в городе Гороце, в городе Заволжье и, значит, на территории Зиняковского сельсовета. Средства будут направлены в рамках программы развития транспортной системы Нижегородской области. Планируется, что ремонтная работа дорожного полотна в Городецком районе начнутся в августе. 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований городецкого района. А 22 сентября на заседании Думы соберутся депутаты уже нового созыва, где будет избран глава города Гороца и укомплектован состав постоянных комиссий. А мы обо всем подробно расскажем в следующем выпуске программы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова